Но то, что в целом, в общем, открыто крупное месторождение, это огромная заслуга компании «Роснефть». Я бы сказал, что мне очень приятно отметить, что это демонстрация результата хорошего международного сотрудничества компании «Роснефть» и «Эксон Модел». Наверное, одной компании было бы трудно справиться с этой задачей. Вы знаете, что бурение производилось норвежской буровой платформой, которая была сюда доставлена. Там целый ряд еще судов сопровождения существует. Поэтому это результат такого международного сотрудничества. Итак, Василий Игоревич, все-таки мне бы хотелось уточнить об объемах. Действительно говорят, что цифры впечатляющие о том, сколько нефти можно добыть. Вот по вашим данным, сколько же там топлива? Цифры, которые сейчас объявлены, они без сомнения предварительные. Так это и говорится в пресс-релизе, что оценка проведена пока что по одной залежи. Мы думаем, что будет несколько залежей. Я думаю, что в целом запасы в итоге будут больше, чем сейчас объявлено. Но какова пропорция, что больше нефти, газа, это предстоит еще кропотливая работа. Василий Игоревич, а вот если предположить, что санкции были бы введены до этого и поставки нефтеоборудования были бы ограничены, смогла бы Роснефть заявить о том, что это месторождение открыто? Смогла бы ли она его технологически обеспечить? Могла бы Роснефть справиться без компании ExxonMobil и без норвежской компании. Так можно, наверное, сформулировать. Ну, конечно, произошла бы задержка. Но, кстати, санкции введены, они уже введены, а работа, как вы видите, продолжается. И где-то неделю назад прошел анонс, что компания ExxonMobil должна выйти из проекта, останавливается бурение. Но, как вы видите, после, там, видимо, состоялись переговоры, и здравый разум возобладал. Остановить просто так бурение нельзя. Это чревато катастрофы. Необходимо завершить цикл, потом законсервировать скважину, что сейчас и будет делаться. Уже дальше время покажет, что-то выходит, не выходит из проекта. Но одно могу сказать, что Россия от выхода ничего не потеряет. А компания Exxon, если она выйдет, она потеряет очень много. Василий Игоревич, и возвращаясь к объему, скажите, пожалуйста, вот эти объемы сопоставимы ли с какими-нибудь другими месторождениями, которые есть в мире? Либо это действительно уникальное месторождение? Ну, запасы, я бы сказал, сейчас то, что объявлено, это крупные запасы. Они больше, чем открытие в последние годы на шельфе Норвегии. Это, по крайней мере, на арктическом шельфе, я бы так сказал. В этом плане это, конечно, замечательно, выдающееся достижение. И я хочу сказать еще, что два года у нас не было вообще бурения на шельфе Арктики. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что лед тронулся. Сейчас бурится еще одна скважина в Печорском море на Долгинской структуре. Но там это уже месторождение. Поэтому там речь идет об уточнении запасов, если так уж и говорить. Ну, а это вот, это реальное открытие. И то, что его назвали победой, это достаточно, конечно, знаковое. Но, вместе с тем, отмечу, что штокмановское месторождение, которое открыто еще в советские времена, оно в центре Баренцева моря, оно примерно по условному топливу в 10 раз больше, чем то, о чем мы сейчас говорим. Да, Василий Игоревич, спасибо. О перспективах добычи нефти рассказал нам эксперт Василий Богоевленский. Выгорел дотла пожарные в Алматы. Несколько часов боролись с огнем в бильярдном клубе одного из развлекательных центров. Площадь возгорания, по последним данным, составила почти 2000 квадратных метров. К этому часу огонь потушен. На месте ЧП продолжает работать наш корреспондент Майя Теннисбаева. И у нее вся последняя информация. К этому часу пожар в бильярдном клубе Бастау уже полностью ликвидирован. Возгорания и задымления нигде нет. По словам представителя противопожарной службы, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Сгорело полностью три этажа. Говорят, что загорелся склад, который был около здания. Загорелся, я считаю, что это все началось со склада. Потому что прям весь огонь заполыхал и поднялся наверх и потащило его по этажам. Моментом, моментом. Пожар ликвидирован в данный момент. Пострадавших жертв данной информации пока нет. Причина пожара тоже пока нет и устанавливается. Работают дознаватели на месте пожара. Звонок на пульт пожарной службы 101 поступил где-то в 9.55 утра. И через 10 минут уже прибыла первая бригада спецтехники. Сама борьба с огнем осложнялась тем, что здание не было вовремя обесточено. По данным противопожарной службы, пострадавших и жертв нет. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели. Они как раз работают на месте, внутри. Итак, по предварительным данным, в здании шел ремонт. И именно он мог стать причиной возгорания. Мы продолжаем следить за поступающей информацией. Могут сгореть заживо. Около 150 человек оказались на склоне вулкана Антаке в момент его извержения. Они до сих пор находятся в районе стихийного бедствия. Люди в панике пытаются спастись от мощных клубов дыма и пыли, которые надвигаются с них с огромной скоростью. Уже известно о восьми пострадавших, как сообщают местные СМИ. Один из них находится в тяжелом состоянии. На самом Антаке расположена гостиница. В ней живут в основном туристы-альпинисты. Сейчас проходит экстренная эвакуация постояльцев. Им запретили восхождение на гру в ближайшее время. Ну и также власти Японии изменили маршруты самолетов, которые пролегают в районе извержения стоп дыма. Над кратером поднимается на высоту нескольких тысяч метров. Японское метеоагентство оценивает серьезность извержения третьим уровнем по пятибалльной шкале. И добавлю, что пять баллов указывают на самую опасную ситуацию. США ждут нашествия оживших мертвецов. Оно может произойти в любую минуту. Так считают в Канзасе. В штате официально объявили октябрь месяцем подготовки к зомби-апокалипсису. Такое решение принял губернатор Сэм Браунбек. Жителям штата рекомендуют запастись вещами первой необходимости и продуктами минимум на три дня. Несколько сотен наборов для выживания раздадут местные спасатели. Канзасцам также нужно продумать, куда они будут прятаться, если на их дом нападут зомби. И по мнению властей штата, если люди готовы к нашествию мертвецов, то они готовы и к любому другому стихийному бедствию. Зомби – одна из самых главных страшилок в американской культуре. Обычно ими пугают детей. Страшные сказки на ночь своей внучке, возможно, будет рассказывать и бывший президент США Билл Клинтон. Дедушкой он стал сегодня. Девочку родила дочь Клинтона, Челси. Свою беременность, в отличие от прочих знаменитостей, в секрете не держала. И в положении появлялась на публичных мероприятиях. Челси сейчас 34. Замуж она вышла только 4 года тому назад. Рождение ребенка в известной американской семье произошло на фоне слухов, что ставшая сегодня бабушкой Хиллари Клинтон примет участие в следующей президентской гонке. Девочку решили назвать Шарлотта. Нашествие звезд сегодня в Венеции. Там женится американский актер Джордж Клуни. Долгое время у него была репутация главного холостяка Голливуда. В жены актер берет успешного адвоката Амаль Аламудин. Итак, как обещает счастливая пара, торжества продлятся целых три дня. Двукратный обладатель премии «Оскар» начал встречаться со своей избранницей всего год назад, а уже в апреле этого возлюбленные обручились. Будущие молодожены приехали в романтический город накануне, дабы успеть все подготовить к предстоящему событию. А вот фотографии роскошного номера «Люкс», где и пройдет их первая брачная ночь, уже есть в интернете. Итак, это трехспальная кровать, гостиная с камином, лоджия с шезлонгами и коктейлями. Там сделали все так, что можно весь медовый месяц не выходить на улицу. И по случаю свадьбы Джорджа Клуни власти Венеции приняли повышенные меры безопасности, чтобы оградить пару и их звездных гостей от чрезмерного внимания прессы и других посторонних лет. А вот куда поедет отдыхать звездная пара, пока ничего неизвестно. А вот тысячи туристов со всего мира ежегодно выбирают в качестве маршрута Таджикистан, чтобы собственными глазами увидеть Гессарскую крепость. Правда, сейчас часть объектов этого уникального памятника закрыта для посещения. Там идут реставрационные работы. Ирина Ким продолжит. Гафур Камолов приехал из соседнего района специально, чтобы посмотреть на Гессарскую крепость. Раньше видел ее только в учебниках истории. Я впервые здесь. Мне очень нравится. Так красиво все построили. Но можно заметить и древнюю кладку. Так и истории не теряется. И сразу видно, как все выглядело раньше. Этот архитектурный памятник – обязательная точка на любом туристическом маршруте. Сегодня приехала группа из Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться панорамой, многие залезают на одну из недавно отреставрированных стен. Туристы приезжают в нашу страну почти со всего мира. Во большей части это взрослые люди. Можем сказать, пенсионеры, у которых есть время путешествовать. Заинтересованы они в нашей стране из-за богатой истории. И потому, как в древние времена через территорию нашей страны проходил великий шелковый путь. О том, кто и зачем построил крепость, ходит множество легенд. Да и вообще, вся ее история окутана мифами и волшебными сказками. Археологи еще и наполовину не исследовали постройку. Открытия делают по сей день. Причем порой в самых неожиданных местах. В ароми расчистки исторического родника на территории Аскар-Ханик-Изарской крепости была обнаружена капитель в верхний час колонны, возраст которой 2300 лет. В последний раз крепость реставрировали более 20 лет назад. Скоро начнут стройку амфитеатра для представлений и приступят к восстановлению ворот, отделяющих покой правителя от военных казарм. Ворота Уштур-Хана и ворота Аскар-Хана. И возле родника планируется строить Чай-Хану. И на самом верху цитадели планируется восстановление дворца правителя города Исора. Тысячелетия назад это была резиденция Гесарского эмира. Крепость была окружена рвом и обнесена глиняными стенами. Их высота достигала 6 метров. Но сейчас остались только обломки. Руководство музея-заповедника надеется. После реконструкции туристы будут приезжать еще охотнее. Элина Кимбахти, Юрий Супов. Новости Содружества. Таджикистан. А некоторые ученые утверждают, что под крепостью было городище. Еще более древнее археологи находили на его территории предметы, которые доказывают, что люди жили в Гесаре еще 9 тысяч лет назад. Сейчас вся коллекция находок, а это 18.